Здравствуйте, в эфире Анастасия Дороган и в ближайшие полчаса о главных событиях недели. На этой неделе произошли кадровые изменения в составе регионального правительства, исполняющим обязанности министра транспорта края назначен Александр Мошкин, который до этого момента работал заместителем руководителя ведомства, а в прошлом – выходец из структур ФСБ. Информация о скорых переменах появилась несколько дней назад. Источники сайта «Толк» прочили скорый уход с поста Антона Воронова. Якобы заявление на увольнение было написано им еще летом, но ход документ удали сейчас. А причиной ухода источники называли рабочие противоречия в составе правительства. В частности, называлось имя вице-премьера региона Александра Климина, который в том числе курирует транспортный блок. В пятницу правительство края опубликовало информацию, что причиной ухода Антона Воронова с поста министра транспорта края стали семейные обстоятельства. Он руководил ведомством два с половиной года. За это время началось обновление пассажирского транспорта в городе и крае и стартовало строительство нового аэровокзального комплекса в Барнаульском аэропорту. Три населенных пункта Алтайского края войдут в 2025 году в программу комплексного развития сельских территорий. Об этом стало известно на специальном совещании, которое провел президент Владимир Путин. Каких успехов достиг наш край в этом опросе, расскажем далее. Уборочная кампания в Алтайском крае подходит к концу. Осталось лишь убрать подсолнечник. Об этом президенту во время видеоконференц-связи доложил Виктор Томенко. По словам губернатора, несмотря на огромное количество осадков и введение режима ЧАЭС для этой сферы, собрать получилось достойный урожай – 5,5 миллионов тонн бобовых и зернобобовых культур. Что касается масличных, ожидается новый рекорд – более 2 миллионов тонн. Однако главной темой встречи стала реализация комплексной программы развития сельских территорий. За 5 лет по ней в инфраструктуру Алтайского села направлено свыше 10 миллиардов рублей. Введено более 100 объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства. При поддержке государства реализовано более 260 различных проектов по благоустройству, созданию зон отдыха, общественных пространств, спортивных и детских площадок. Также за 5 лет свыше 3000 сельских семей построили или приобрели жилье. Притом большая часть – по льготной ипотеке. Также развивается коммерческий найм, который отчасти помогает решить проблему кадров. Этот инструмент позволяет выстраивать долгосрочные отношения между работником и работодателем на селе. При софинансировании со стороны бизнеса в 20-30% регион строит современное комфортное жилье, которое в дальнейшем предоставляется в найм сотруднику и членам его семьи. После 5 лет работы в сельской местности такое жилье можно выкупить за 10% от рыночной стоимости. Участники встречи подчеркнули, что об эффективности реализуемых мер говорит число проживающих в селах. Сохраняется доля сельского населения в общей численности населения Российской Федерации. Это на уровне 25,1%, а при плановом значении 25%. Это такой обобщенный показатель, который говорит о том, что реализуемые программы в целом работают. Инфраструктура сел расширяется за счет появления новых ФАПов, домов культуры, инженерных коммуникаций. В следующем году к программе комплексного развития сельских территорий планируют подключить три населенных пункта Алтайского края. На это выделят 2,5 миллиарда рублей. Данил Кузнецов, День с толком. 21 ноября губернатор Алтайского края Виктор Томенко проведет прямую линию с жителями региона. Трансляцию покажет по телеканалам Катунь-24, Россия-24 и ОТР. Вопросы главе региона принимают на сайтах прямой линии и правительства края, а также на страницах Центра управления регионом и прямой линии с губернатором в социальных сетях. Рукописные вопросы можно оставить в районных администрациях, офисах Единой России и Общероссийского народного фронта. Напомним, это уже четвертая телевизионная прямая линия с Виктором Томенко. Год назад губернатору поступило больше 2,5 тысяч обращений. В рамках эфира он ответил на 25 вопросов. Наша редакция традиционно решила выяснить у барнаульцев, какие бы вопросы они задали губернатору. В большей части опрошенных появились вопросы по поводу благоустройства территории. 21 ноября будет прямая линия с губернатором Алтайского края. Какой бы вопрос вы ему задали? По благоустройству, естественно, города. Это самый основной вопрос, потому что хочется жить в городе, где для людей все. Мне очень приятно, что сейчас в городе Барнауле парки восстанавливаются и скверы. Это прям тема очень актуальна. Чтобы люди могли гулять не только сами, но и с детьми. Это очень важно. Я бы хотела, чтобы общественное мнение учитывали жителей города Алтайского края по поводу благоустройства нашего города. В частности, это речной вокзал. Чтобы обсудили, хотят люди высотки эти строить или нет. Ну, чтобы возле дома побольше было детских площадок и чистоты, чтобы хорошо дворники работали. А то у нас вон на Короленко, там вот 91, там вообще непонятно, что и бомжи или это. Мы писали несколько раз письма и говорили, ничего там не убираются. Вообще-то человек, по-моему, думает о городе. Плохого ничего не могу. Детя не могу ничего сказать. В здравоохранении беспокоит, что очень долго врачей ждем в очередь. Например, к неврологу в 14-й поликлинике очень трудно записаться. Как правило, либо нет записи, либо там за три недели, за месяц вперед идет. В данный момент, наверное, все-таки зарплату можно поднять. Единственный бы вопрос, наверное, который я задала, это по ремонту дорог. Потому что не везде у нас, скажем так, дороги отличного состояния. И по участившимся прорывам, которые идут у нас, допустим, на отопительном сезоне. Потому что летом ничего не чинится, а потом почему-то зимой это все раскапывается. Не буду задавать. Спасибо. Крайовая столица продолжит развиваться, причем в разных направлениях. Согласно новой версии генплана Барнаула, в городе начнут осваивать подстроительство новой территории. Особое место в генплане отведено и развитию транспортной сети. Изменения в основном в документе развития города до 2040 года впервые обсуждали широко, с привлечением всех заинтересованных лиц. А теперь его готовы представить общественности. Татьяна Голубева продолжит. Генплан Барнаула готовы вынести на обсуждение жителей краевой столицы. Такое решение приняла рабочая группа на заседании в мэрии. В рамках встречи было отмечено, что впервые генплан обсуждали широко, привлекая всех заинтересованных. Два года очень серьезной аналитической работы, к которой были привлечены не один десяток специалистов, экспертов в разных областях, представителей разных уровней власти. Конечно, это документ консенсуса, то есть согласия. Здесь очень важно найти баланс, баланс интересов. Вице-мэр поблагодарил участников рабочей группы, созданной по поручению губернатора, за продуктивную работу, результатом которой и стал генплан города. Масштабная застройка территории Барнаула, пожалуй, основа документа. Строительство планируется на правом берегу Аби, конечно, с учетом особенностей местности. Разработчики проекта генплана предусмотрели и развитие исторической части города, а также территории индустриального района Барнаула. Территории на пересечении улицы Просторная и тракта Павловского, земельных участков, находящихся в пользовании Дома Рыв, ну или так называемого северо-западного планировочного района. Под индивидуальную жилую застройку в генплане предлагается территория в селе Власиха, а вот микрорайон «Поток» выбран для реализации проекта комплексного развития территории жилой застройки. Развитие каждой из указанных территорий возможно только при комплексном подходе с обеспечением социальной, инженерной, транспортной инфраструктур, создания общественно-деловых и рекреационных зон. Указанные территории позволят в дальнейшем, по сути, решить вопрос дефицита земельных участков для нового строительства, в том числе и жилищного, повысить инвестиционную привлекательность города Барнаула. В генплане Барнаула от предыдущей версии сохранилось развитие территории Обского бульвара. Особое внимание уделили в документе и городской транспортной сети. К примеру, к основным работам отнесли строительство северного обхода, прохода под железной дорогой в створе улицы Георгия Исакова, создание объездной дороги от пересечения улицы Попова с проспектом энергетиков по проспекту Деловому. Обсуждение экспертов завершилось. Теперь основной документ развития краевой столицы до 2040 года планируется вынести на общественное слушание уже 6 ноября. Материалы будут представлены как в рамках электронного формата, так и, естественно, в рамках экспозиции по местам проживания людей. Традиционно, скажем так, уже места эти определены, и каждый желающий сможет с этими предложениями разработчика ознакомиться. Разработчики обещали учесть пожелания горожан, ведь в генплан по-прежнему можно вносить корректировки. Напомним, что стартует общественное обсуждение 6 ноября и продлится до 26. Татьяна Голубева, День с толком. Проект бюджета на 2025 год отражает позитивные процессы в экономике края. Об этом заявил председатель КЗС Александр Романенко. Народные избранники одобрили в первом чтении бюджет края на следующий год, а также обсудили несколько инициатив. О самых главных темах сессии расскажем в сюжете. Увеличить краевое единовременное пособие для граждан, усыновивших детей, до 40 тысяч рублей. Такую меру поддержки сегодня рассмотрели депутаты на сессии АКЗС. Законопроект вынесли на обсуждение по инициативе губернатора и фракции ЛДПР. Кроме того, на четверть планируется увеличить и размер ежемесячного пособия для усыновителей. Еще одно предложение – сократить срок нахождения ребенка под опекой, необходимый для назначения ежемесячного пособия. Раньше это было у нас до трех лет. Если ребенок находится под опекой, через три года они могли усыновить. Такое пособие выплачивалось до 18 лет. Сейчас мы меняем форму, потому что не до трех лет, а до одного года. После одного года их граждане могут усыновлять детей. Также депутаты предложили внести поправки к краевому закону о доплатах к пенсии. Сейчас доплату получают только неработающие пенсионеры, которые имеют различные звания народных, заслуженных работников СССР, Российской Федерации и другие. Устранить несправедливость предложили в «Единой России». Эти люди, которые выходили на пенсию, очень многие, ну не многие, но есть та категория, которая продолжала работать. Больше всего это преподавательская деятельность. И получалось не очень хорошо, потому что мы работающим недоплату-то не выплачивали. И мы сейчас исправляем и делаем так, чтобы все работающие и неработающие эту доплату получали. Депутаты рассмотрели и пакет изменений в закон о патентной системе налогообложения на территории края. Это касается предпринимателей, которые официально признали свои предприятия социальными. Для них предусмотрена возможность снижения потенциально возможного годового дохода на 50%. У нас таких всего на сегодняшний день 121. В основном это образование, дополнительное, дошкольное. Это культура, это спорт, это здравоохранение, социальная сфера. И вот сейчас мы предлагаем понизить в два раза. Это очень существенно размер потенциально возможного годового дохода. Ну то есть по сути стоимость патентов в два раза уменьшить. Для тех, кто зарегистрируется такими социальными предприятиями. Еще одна тема, которую сегодня подняли депутаты – агроагрегаторы в регионе. Их планируют включить в число получателей господдержки. Предполагается, что агроагрегаторы объединят усилия малых производителей, предоставляя им необходимые ресурсы и инфраструктуру для выхода на рынки сбыта. Это сбор продукции, то есть это объединение, естественно, фермерских хозяйств, сельхозтовропроизводителей. Сбор этой продукции, безусловно, ее переработка первичная. Это фасовка и, так сказать, доставка на полку магазина. По словам Сергея Серова, от этого выигрывает и производитель, и потребитель. Также он объяснил, чем агроагрегаторы будут отличаться от кооперативов. Собственно говоря, это тот же сельскохозяйственный потребительский кооператив. Но вот сельскохозяйственный кооперативный, значит, кооператив – это, собственно говоря, не коммерческая организация. Здесь это ООО, то есть это уже коммерческая организация. И полученная прибыль, естественно, будет распределяться среди участников. Также депутаты Краевого Заксобрания одобрили в первом чтении бюджет края на 2025 год. Планируется, что доходы края вырастут на 25% и составят больше 110 миллиардов рублей. Поступление из федерального бюджета – порядка 56 миллиардов. Добавим, что в документе учли и повышение МРОД с 1 января. Итога – 22 440 рублей. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. Жителям почти 300 барнаульских домов необходимо выбрать новую управляющую компанию. Причина – ликвидация ныне существующих, а именно муниципальных управляющих компаний. По федеральному закону о защите конкуренции уйти на покой МУПы должны до 1 января 2025 года. Какова основная цель закона? Захотят ли управляющие компании взять на баланс не самые доходные и ветхие дома? И не останутся ли жители Барнаула без управления? Разбирались наши корреспонденты. Большие перемены в коммунальной сфере. В 2025 году число управляющих компаний Барнаула изменится. По федеральному закону с января в России прекращают действия муниципальные управляющие компании. В краевой столице прекратить деятельность должны три компании. ДЭС-1 Ленинского района, УК «Центральная» и «Смарт». А вот «ЖИУ-30» просто реорганизует ВООО, и оно продолжит выполнять работу по обслуживанию своих 18 домов. В соответствии с законом делается это для развития конкуренции. У наших собственников помещений на квартирных домах есть возможность сменить способы управления, например, идти под ТСЖ, либо, собственно говоря, выбрать иную управляющую организацию, которой в Барнауле достаточно. Пускай делают разумное предложение собственникам, готовят предложение по управлению УК ДЭС, то есть перечень работ, осмечивают, выходят на советы домов и доказывают, что они хорошие, что они лучшие, они могут действительно это управление выстроить качественно, и собственники будут довольны. Как стало известно, предложения к жителям домов, относящиеся к ДЭС-1, уже активно поступают. Этот фонд нельзя отнести к аварийным и ветхим, и по сути его можно назвать лакомым кусочком для УК. Причем у жителей есть версии, что предлагают свои услуги те, кто хорошо знаком с этими домами. Есть управляющая компания, которая каким-то образом одновременно на многих домах инициировала голосование. Как можно организовать одновременно на многих многоквартирных домах голосование, не имея доступ к информации о том, что, ну ладно, о реформе знают многие, но для того, чтобы инициировать, нам же нужны жители с этих домов, нужны реестры собственников для проведения собрания. В мэрии нам назвали порядка пяти, управляя, которые не против взять фонд бывшего ДЭЗа. Явно сложнее будут обстоять дела с домами Смарта. Фонд здесь в большинстве своем ветхие, предложения к жильцам не посыпятся. На территории Смарта, к сожалению, такого вот этого не наблюдается оживления, которые жили среди желающих взять эти дома. В любом случае, мы с управляющими компаниями, конечно, разговор составляли. Вы сами понимаете, рынок конкурентный, как я сказал, он не регулируется. Органы власти, органы местного самоправления давить на, что-то приказывать не могут, тем более частным управляющим компаниям, сами понимаете. Так что, ну, беседы были на тему, что домов без управления бы не хорошо оставлять. Если хотите забирать фонд, то лучше бы весь фонд забрать. Со слов экспертов, недооценивать ликвидируемые МУПы не стоит. Они как раз помогали управлять ветхими и аварийными домами, которые частным УК в экономическом плане невыгодны. У нас проблемы очень серьезные с оплатой именно содержания. И, честно говоря, мы эту проблему достаточно давно разрешаем. Но, к сожалению, мы вот не можем, так скажем, до сих пор утвердить единый методический подход по расчету платы за этой, за жилищные услуги. О плате за содержание жилья беспокоятся и жители. Они боятся, что при новых УК стоимость резко пойдет вверх. Опять же, как говорят эксперты отрасли, решение, какой управляйке отдать предпочтение, принимают сами жильцы. Между тем, представитель мэрии заверил, что без управления дома точно не останутся до момента полной ликвидации МУПа. В любом случае, непрерывность управления домов будет обеспечена. Дом без управляющей организации, без аварийной службы ни один не останется. Если на момент прекращения деятельности МУПа никого не будет, будет назначена временная управляющая организация и будет формироваться пакет документов для открытого конкурса. Как сложится судьба жителей бывших МУПов, загадывать никто не берется. Федеральный закон нужно исполнять, и сейчас основная задача городской власти ввести разъяснительную работу, а жильцам не тянуть с выбором УК. Законодатель, видимо, исходил из того, что муниципальное унитарное предприятие не лучший хозяйствующий субъект, не заинтересован в каких-то конкурентных преимуществах и так далее. Насколько это верно, нам судить сложно. Посмотрим. Время покажет. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин, Дмитрий Денисов. День с толком. 4 ноября в России будут отмечать День народного единства. Это довольно молодой праздник, но уже ставший важным для части населения страны. Моя коллега Мария Кострева пообщалась с социологом Яном Межениным о смыслах праздника, о состоянии российского общества и о том, что сегодня является единством. С одной стороны, единство не значит однообразие. С другой стороны, единство – это общие действия по поводу одной какой-то конкретной цели, задачи. Социологические опросы показывают о том, что все больше и больше людей празднует этот праздник. 58% опрошенных в 2023 году говорили о том, что да, он нужен, он важен. Хотя, с другой стороны, получается, что оставшийся процент либо не определился, либо сомневается как-то в этом. Поэтому 50 на 50 есть. Но давайте вспомним функцию праздников вообще. То есть праздники делаются не для того, чтобы констатировать факт, что единство есть, а праздники делаются для того, чтобы было общее мероприятие и для того, чтобы люди совместной деятельности смогли объединиться и через празднование быть причастными к общим идеям. Поэтому изменения есть. Раньше этот праздник был, в общем-то, непонятный. Кстати, до сих пор в опросах попадается, что этот день связан либо с революцией, либо с церковными праздниками иконы Казанской Божьей Матери, и другие называются праздники. Поэтому есть еще в сознании людей, в общем, разные интерпретации этого праздника. Поэтому изменения сейчас в том, что все больше людей начинают понимать, что это за праздник. В каком состоянии находится российское общество в этом плане сегодня? Чего мы хотим? Чего боимся? С чем боремся? Есть процессы, которые имеют определенное движение. И начались они 10 лет назад, а то и 20-30 лет назад. Сегодня есть у нас разногласия, есть разные взгляды. В том числе в критические периоды есть ситуация, когда общество выбирает разные полюса. Это называется поляризацией. То есть, опять же, вспомним Октябрьскую революцию. Нельзя было быть ни за белых, ни за красных. По серединке это тоже предатели для тех и для вторых. И вот у нас сегодня такая же примерно история, где есть специальная военная операция, есть люди, которые ее поддерживают, есть люди, которые ее не поддерживают, есть люди, которые воздержались, как-то публично не высказывали свое мнение. И они тоже не могут сейчас в стороне находиться. То есть, они не воспринимаются ни первыми, ни вторыми позитивно. Но, опять же, эти процессы есть, они вызывают определенные противоречия, но в таких кризисных периодах как раз и проверяется дух народа, сила народа. Очень важно послушать первых, вторых, сделать определенные выводы и понять, где заблуждаются люди. Сегодня у нас есть противоречия, в том числе вот в среде нелегальных мигрантов. И здесь скорее те процессы, которые идут, они связаны с тем, что если раньше не очень, так скажем, контролировался и регулировался этот процесс, этот поток, в том числе нелегальных мигрантов. Но, действительно, они были выгодны, поскольку экономически налоги не платятся, еще что-то. Ну и всегда остаются лазейки. Почему бы не использовать эти лазейки, если это выгодно? Так могли рассуждать некоторые люди. Но, с другой стороны, здесь возникает много проблем. И если мы приезжаем в любую другую страну, мы туда должны со своим уставом ехать или все-таки чтить правила другой страны. Соответственно, здесь, если мы принимающая страна, мне кажется, это правильно выстраивать определенные правила игры. Но, с другой стороны, условия развития должно быть у всех. Но это должно быть по определенным правилам. Все люди разные. И если мы не будем разными, то у нас не будет прогресса, у нас не будет просто каких-то новых вещей, которые позволят нам развиваться и идти дальше. Как вы считаете, каким образом нужно в людях взращивать или же будить это чувство единства, какие-то, может быть, изменения внести в общественных организациях, школах? Есть несколько важных институтов, которые занимаются социализацией человека, погружают его в культурное пространство. Семья – это одна из первых таких ступеней. Дальше, действительно, это образование школьное. И там роль учителей важна. У нас еще интернет и доступ к интернету есть у детей уже с трех лет, у многих. Таким образом, семья становится менее значимым не потому, что она значима для ребенка, а потому что просто времени не хватает для того, чтобы сесть, обсудить какие-то вещи, обсудить какие-то важные истории для семьи, для человека, для нашего общества. В школе это, с одной стороны, наверное, делать правильно, но с другой стороны, это тоже важно делать правильно. То есть не должно быть какого-то формализма. Согнали там 30 человек, собрали у них росписи в том, что они патриоты, отчитались и закрыли на этом тему. Такого быть не должно. Более того, это даже контрпродуктивно. Очень важно разговаривать с людьми на их языке, со школьниками, которые интересуются, они правда интересуются, они интересуются историей страны, они интересуются своим местом в обществе, они задают вопросы, а куда дальше. Они видят пример родителей, которые чего-то достигают или наоборот, чего-то не достигают. И так формируется гражданин. И что, на мой взгляд, сейчас важно сделать для этого, это вести, в общем-то, политику, пусть она будет названа там програжданской или пропатриотической, как любовь к стране, любовь к родине, но не навязывать, а именно разговаривать, объяснять, пояснять и обязательно слушать вторую сторону, потому что зачастую те заблуждения, которые есть у молодого поколения, они в том числе сформированы информацией, которую в интернете можно найти, а там, как вот по разным данным, ходят просто миллионы фейков, и ребенок с низким уровнем критического мышления, с непониманием своего места в этом мире очень легко считывает эмоциональную информацию, просто на основе веры, а не понимания, начинает вот приобщать эти истории себе. Единство для России, ну, это наши ценности, в том числе те, которые декларируются, традиционные ценности, это семья, это, в общем, братство, это наша солидарность, это наша доброта и готовность помогать, в том числе слабым, ну, и все-таки опора на себя и желание развиваться, ну, вот, наверное, это те вещи, которые точно не будут чужды каждому человеку. Барнаульские детские сады приняли участие в первом фестивале «Детский сад. Территория национальной дружбы». Он посвящен Дню народного единства 4 ноября. Что знают дошколята об этом дне и о своей культуре, узнавала Мария Костолева. «Ты согрела полпланеты, сто народов, сто племен. Мы твои родные дети, пусть сильнее небо склонен». Основы дружбы закладывают в детстве дружбы людей и целых народов. На конуе Дня народного единства эти вопросы особенно актуальны. В этом году 15 детских садов Барнаула впервые приняли участие в тематическом фестивале. Репетировали, шили костюмы, изучали культуру. «У меня руссконародный костюм. Мы будем показывать сказку «Репка» на чувашском языке». На сцене 182-го детсада выступили больше сотни ребятишек. Потрудиться для этого пришлось не только воспитанникам, но и их родителям. В процессе подготовки к этому дню мамы и папы рассказывали детям об истории семьи и своей национальности посвящали в традиции. «Рассказывает про свою фамилию, про порни свои, представляет фотографии дедушек, бабушек и в национальном костюме. Называется «Карас», ободевается повязка, жилет, и то есть национальные мотивы должны быть на костюме». Проводить такой праздник детскому саду номер 182 уже привычно. Его воспитанники разных национальностей русские, азербайджанцы, таджики, армяне, буряты, башкиры и все они дружат. «Прекрасно ребята входят в нашу общность. Вначале, конечно, они поступают в детский сад, возникают какие-то проблемы психологические, да, может быть, что ребята в другую общность, в другую среду пришли. Это языковой барьер. Но потихоньку, потихоньку как-то, а наши ребята выступают для них наставниками». «Благодаря тому, что сейчас в садах и в школах ввели образование именно этого плана, да, то есть внеурочные уроки, внеурочные занятия, то дети сейчас, ну, и, наверное, родители стараются больше понимать и принимать и ситуацию, да, и те ситуации, те поводы, да, по которым люди других наций проживают в нашей стране». Фестиваль такого формата провели в первый, но наверняка не в последний раз. Педагоги уверены, патриотизм, уважение к народным традициям нужно воспитывать с малых лет. Мария Костолева, Алексей Фризин. День с толком. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компания «Эвалар». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok